Шалам друзья, Оазис Медиа Студия, община, возвращенная на Сион, Шавей Цион, Хайфа Израиль. Вы с нами. Урок второй по недельному чтению из Нового Завета с некоторыми еврейскими комментариями. Первое мы прошли, и я говорил о том, зачем пришел Ешуа, или одна из целей, для чего он пришел. А второе я хочу прокомментировать Евангелие от Матфея, пятую главу, с 21 по 30 стих. И назовем этот урок «Мои мысли, мои скакуны». С 23 стиха. «Айтап. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой пред жертвенниками, пойди прежде примирись с братом твоим. И когда, и тогда приди, принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, не вергли бы тебя в темницу, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего кондранта». Вы слышали, что сказано древним «не прерубодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прерубодействует с ней в сердце своем. «Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его, брось его от тебя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было брошено в гиену». Этот урок будет очень простой, и я хочу его начать, наверное, с цитаты из Псалма. Псалом 136 на русском языке, и 8-й и 9-й стих говорят так. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за все то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Ужасные слова, ну как бы суд, Вавилон, опустошительница и блажен, то есть благословен человек, который возьмет младенца Вавилона. Я уверен, что это чисто аллегория. Не могут священные писания уж прямо вот так вот подвигать нас на какие-то убийства и разобьет младенца твоего о камень. Так делают только изверги. Но нам нужно понять, что такое Вавилон и что такое младенец. И как я уже назвал этот урок «Мои мысли, мои скакуны» – Вавилон. Вавилон – это не только область там на Ближнем Востоке, недалеко от нас, там, где Ирак. Вавилон – это не только та башня, которая была построена под руководством Нимрода. Нимрод с иврита восстающий, бунтующий. Помните, в бытие ему дана характеристика зверолов. Комментаторы поясняют это слово как улавливающий словами. То есть человек, который мог разговаривать с другими людьми, заставлять их подчиняться себе. Улавливал их словами, делал их связанными, как бы рабами в каком-то, в кавычках. Но они подчинялись ему. И этот человек начал строить башню, и весь людской род тогда объединился. Конец мы знаем, Господь смешал там все языки. И результатом стало следующее. Мы имеем после Вавилона людей в нижайшем интеллектуальном и духовном состоянии. Люди не понимают друг друга. То есть связь это сила. Сегодня говорят, кто имеет в своих руках связь, тот владеет всем миром. Тогда они потеряли связь. Даже между некоторыми семьями вдруг перестали понимать друг друга. Тогда люди после Вавилонского рассеяния стали абсолютно антагонистичны Богу. Они злились на него. Он сделал нашу жизнь ужасной. Мы друг друга не понимаем. Ну, конечно, кто себя будет осуждать бесконечно, это из-за того, что мы выставали против тебя. Конечно, нет. Люди стали просто злиться против Творца. Но еще несколько вещей случилось после Вавилона. То есть дисгармония в человеческом роду. Но две еще вещи. Это религии, которые остались после Вавилона. И вы на эту тему можете покопаться в интернете и почитать религии Нимрада. Но что интересно, оттуда вышли две ветки, которые сегодня существуют тоже. И существуют, может быть, где-то религиозно, а где-то чисто светско. То есть там явно религиозный дух, ненавидящий Творца. Хоть оно все часто обличено в форму такого светского, атеистического, однодневного поведения. Но суть тех религий – это поклонение Молоху или Ваалу, когда приносились человеческие жертвоприношения. А второе – это культ Астарты. Ее также называли в те древние дни Царица Небесная. И этот культ заключался в безобразном сексуальных оргиях. И эти вещи присутствовали в религиозных культурах многих-многих-многих поколений. Мы в Библии читаем, что неоднократно Израиль был судим Господом за то, что то в Молоху, то поклоняется, то в Аалу. По сути, это одно и то же божество, только с разными именами. И мы помним проблемы апостола Павла в городе Ефес. Вы помните, велика Артемида Ефесская. Артемида – это другое имя Астарты. Это культ плодородия, который под разными именами существовал в различных странах. Сегодня, если это не окрашено в религиозные какие-то войны, это чаще всего просто убийство людей. Когда один убивает другого, но приносится жертва вот этим Молохам. Или, когда люди забыли нормальное человеческое общежитие и поведение, и блудодействуют, прелюбодействуют, предают безобразно. Да, это чистое служение Астарты или Артемиды, культ плодородия. К сожалению, на определенных этапах эти вещи прорываются и в библейски настроенные группы людей. И, к сожалению, в христианстве тоже есть некоторые праздники, которые полностью связаны, пускай не с оргиями, но с определенным поклонением. Я дам пример. К сожалению, так получилось, что Константин привязал Пасху, не к еврейскому Песаху. А на латыни она даже называется Истер, от слова Ашторит, Астарта. И куличи, и все вот эти вот штуки, которые там используются, это не библейского происхождения вещи. Это вещи, которые явно символизируют культ плодородия, человеческие половые органы и намеки на плодородие. Это противно Господу, но сутью Вавилона является комбинация всего вот того, что я сказал, непонимание, игнорирование человека человеком, наша атеистичность по отношению к Творцу, поклонение этим религиозным вещам, зло, короче говоря, которое распространяется в этом мире. Но мы знаем очень четко, что если мы начинаем следовать за Богом по пути, который Бог предложил нам, Новый Завет говорит, я есмь путь и истины и жизнь, про Ишуа говорится. Если мы начинаем двигаться по правильному пути, то Господь берет под свою определенную защиту наше сердце. Он закрывает наше сердце и искупает и очищает. Но, как я уже читал, сказано древним, не убивай, кто убьет подлежит суду, а я говорю вам гневающиеся. Гнев – это не только что-то из сердца. Вначале это все начинается с нашими мозгами. Или, когда идешь к жертвеннику, вспомни, что ты с братом что-то не помнишь. Почему с братом ты поссорился, что-то там не это. Это опять-таки в мозгах было какое-то несогласие. Когда ты смотришь на женщину с вожделением, это почему-то ты допустил этот вирус в свою голову. И позволяешь этому Вавилону, если там в сердце, и сердце прикрыто Господом Богом, и жертвою Машеха, то голова твоя – это твоя ответственность. И здесь ты вправе взять в младенца Вавилона, то бишь ту шальную мысль, которая заходит тебе в голову. И можешь ее разбить о камень, а можешь позволить ей укорениться в своей голове. И она там будет расти, и когда она там будет расти, она будет искажать тебя. И ты можешь очень легко дойти до этого состояния, когда для тебя пренебречь другим человеком, или не простить, или поддаться обольщению, вожделению, похоти будет очень легко. Писания говорят, смотрите за собой. Мои мысли, мои скакуны. И я вам хочу сказать, мне рассказывал один мой хороший друг, который экспериментировал с именем Ешуа, будучи правоверным таким, ортодоксальным иудеем, даже побаиваясь имени Ешуа. Он говорит, я знал одну слабинку за собой. Я не всему мог внутри себя противостоять сам. Но когда я стал призывать имя Ешуа, что-то стало со мной происходить. Я стал побеждать многие искушения. Это чистое обетование Нового Завета. И вот этот урок, второй по недельному чтению Матфея, с пятой по десятую главу, я хочу посвятить этой фразе. Мои мысли, мои скакуны. Удерживай их. Но я сейчас иду дальше. И я сейчас еще один, третий короткий урок хочу сказать. Это уже из текста, тоже из Матфея. Это с девятой главы, с двадцатого по тридцать восьмой стих. И я его сделаю коротким. Историю вы прочитаете сами, я только немножко. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади к Ешуа, прикоснулась к краю одежды его и исцелилась. И потом Ешуа вошел в дом начальника и видел свирельщиков, народ смятений. И сказал, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. Смеялись над ним. И он их выставил вон и помолился. И встала девица. И следующий, двадцать седьмой стих. Ешуа, за ним следовали двое слепых и кричали, сын Давидов, помилуй нас. И он взял и искупил их. И также есть история, когда к нему привели бесноватого человека, 32 стих. И написано, этот бес вышел и немой человек стал говорить. Народ удивился, говорил, никогда не было такого в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского. Параллельное место этому писанию в другом Евангелии говорит, что сказали ему, ты силой визельвула делаешь эти слова. Ишуа их очень жестко отдернул, сказал, кто хулит святой дух, тому не простится. Вы знаете, я всегда понимал этот стих Писания следующим образом. Что такое хулит святой дух? Это не подчиняться божественным уставам, игнорируя их, делая свое сердце грешащим и грубеющим голосу святого духа. На каком-то этапе ты уже не слышишь его, и ты начинаешь просто игнорировать его, не обращаешь внимания, твоя совесть уже никак не обличает тебя. И ты, естественно, осуждаешься, потому что ты не можешь покаяться. Святому духу ты стал глух. К святому духу ты стал глух. Так я всегда понимал это Писание. Но когда вот читал еще раз, еще раз эти стихи, и еще на нашем маленьком Мидрошеме обсуждали эту тему, я вдруг ясно увидел, когда Ишуа был посреди израильского народа, его присутствие и божественное наполнение, которое было в нем, было ни с чем не сравнимо. И даже люди, далекие от религии, веры и всего такого, могли явно ощущать его небесное присутствие посреди. Это было все равно, что когда-то народ Израиля стоял возле горы Синай, и там Бог говорил речения, и там они все стояли в таком страхе и трепете, что говорили, может, а ты только иди туда. Никто не мог сказать, а это ерунда, это просто молния, или там землетрясение. Они знали, что это настолько явно. Мы не можем хулить Бога, когда Он явно. Но сегодня многие вещи намного более легко проходят между нами, и поэтому мы можем часто сомневаться, судить. Но суть того, о чем я хотел сегодня сказать, мы, если мы его ученики, мы живем в настолько сомневающийся век. Я уверен, что Он нас легко будет судить за частые наши сомнения, но почему-то это местописание проговаривает ко мне, чтобы мы могли обновить в себе ревнование по дням тем. И моя молитва, чтобы Господь возвратил дни те, чтобы мы не имитировали, вот это вот не люблю это, имитировать чудеса и знамения, но чтобы они происходили по-настоящему, могли их поднимать реально, показывая, вау, оно совершилось, потому что имя Господне совершило это, Иешуа жив, как вчера, так и сегодня, на том же самом уровне, но мы должны вас ревновать. Стих из Матфея 9 главы 36, 37, 38. Видя толпы народа, Он еще сжалился над ним, они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Тогда говорит ученикам, своей жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Чем там все кончилось, мы знаем, Он их же и послал. Я хочу в конце вот этого урока сказать, чтобы мы, верующие, стали просить у Бога смотреть на этот мир Его глазами, определяя, что, вау, мы опять нуждаемся в Нем очень сильно, чтобы Он опять послал делателей. По всей видимости, те, кто будет просить об этом, и будут посланы. Не бойтесь, идите, но просите у Него, чтобы как тогда Он снарядил своих учеников силой и властью, снарядил вас сегодня, и хоть наша голова говорит, как я сомневаюсь во всем, чтобы наши глаза стали видеть, как Он открывает нам чудеса и возвращает свое присутствие в среду своего народа, своих учеников. Пусть Бог благословит всех нас. Шалом вам еще раз из Израиля, Хайфа, гора Божья, Кармель. Ну, а вообще Израиль – место приподнятое над землей, ну, так, по крайней мере, в Писании говорится. Мы ожидаем вас. Пишите. Пусть Бог благословит. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»